Вот это О, как правило, говорит о чем-то высоком, о недостиженном, о желаемом. О, если бы небо разверзлось, то есть я не могу его открыть. И они постоянно говорили бы, о, если бы. Но тут говорит о том, что в наших силах, и в то же время выполнить невозможно, чтобы удалены были возмущающие. То есть нормальная обстановка, люди приходят, молятся, и вот начинается какая-то смута. Отчего? Апостола Павла там не было. Если бы он там был, эта смута быстро утихла бы. Но община образована, люди ходят в храм, и приходят другие проповедники, которые на готовом сесть, сами они не могли образовать общину, вот как у нас. Они не создали ничего, эти смутьяны. Но они постоянно мутят. Что-то где-то не так находят. Ну что можем вам найти в словах Христа? Бодрствуйте. Рядом дьявол, в храме он усыпляет. Подходит, сон встанет. Раз не встаешь, безбожник. Святые о цветах говорят. Приходите в храм спать, других заражаетесь сном. Совершенно бессовестно ведете себя. Много раз уже об этом говорил. Уже в преддверии смерти, и все равно они ничего не понимают. Это смущающее нас. Они должны быть удалены. Как в театре. Если один начинает позевать, не скажет, как эпидемия. Все вот развивает, начинает позевать. Бодрый человек, вселяет бодрость. А то не сегодня началось. Я об этом говорю, и тут же спец сидит. Какой же это дух-то? А выйдешь отсюда целый день, как машина работаешь. Значит, речь-то идет не о сне, не о плоти. Так это подговорка. Это подпорка гнилая. Это дьявол делает. Он бросает цветок, и человек засыпает. Он святых ас-а любит. Когда буддисты говорят о маны падме хум, это о ты сидящий в лотосе. Дерево, так сказать. Это цветок, который на воде. И у них ее главное божество в лотосе. И святые видели это. Спишь ты не сама. Тебя усыпляет дьявол. И ты должна твердо остановиться, что ты заражаешь других. Встань и выйди из храма. Другого нет положения. Или встань и слушай. Я про это читаю как раз. Апостол Павел ушел, и на это место стали сеять. И спастись вам. Надо, Моисея, в закон. Надо обрезываться. Приходят люди и говорят, вот два перста не будете так складывать. Все пропали. Бог только так. А другие приходят и говорят, Бог не требует служения рук человеческих. Зачем вы креститесь? То есть на всех при всем желании никогда не угодить. Да и не надо угождать. Единомыслие должно быть, Павел говорит, по слову. А вот по слову-то они не соглашаются беседовать. Потому что они сразу потерпят поражение. Они опрокидываются. Павел говорит, о, если бы удалены были возмущающие вас. Но как их удалить? Какие средства есть, чтобы избавиться от этих людей-то? Апостол Павел говорит. Вот у них появился блудник. И он в почете. И апостол Павел говорит, предать воизвождение плоти сатане. А кто это заметил? Ну, в первую очередь, тот, кого предали. Он внезапно заболел. У него с глазами что-то сделалось. От подошвы, ноги, на темени головы все засвербело. Предать сатане. Сатана помогает. Житие святого Конона об этом говорит. Сатана помогает верующим. Когда мы правильно этим пользуемся. Ну, вот святой, представьте, ложится спать. А сатана его будет вставать на молитву. Прям слышит голос. Сатана на молитву зовет. Зовет. А он говорит, пошел ты. Я без тебя знаю, когда молиться. Ты вот сразу отошел. Другой. У него занятие было. Рукой крутить жернов на жернов. Пшеницу подсыплят. И молотим. Вручную молотишь. Он ложится спать. Сатана начинает крутить жернов. Гремит в келье. Он один раз заплетел. Второй раз. Как я в Новгородске видел. Он тогда говорит. Вот мне на месте здесь молот. Мели. И он к утру все перемолол. Другой заставлял их бревну таскать наверх. Они сбрасывали. Он пришел святой и говорит. Больше бревну не сбрасывайте для храма. А вот сколько привезли, все плоты туда перенесите. А нет, за ночь все перетаскали. Так что все и ахнули. Сатаной можно руководить. И при том, это же день не одно. Вот представьте, молится человек. Никого нет в келье. И вдруг в руковойке начинает что-то греметь. Вода подтекает. Там что. Демон залез, крышкой закрылся и гремит в рукомойнике. Ну что бы по нашему. Из комнаты бы выскучил, испугался. Представь себе, ты одна, никого нет. А он подошел, его запечатал там. И Бог сделал, чтобы она сделалась как лава. Это архиепископ. И тогда что говорит. Сейчас же, чтобы сделался конем. Не ждал меня там наружу. Он вышел. Стоит конь. Конек, горбунок. Он сел на него и в Иерусалим полетел. К храму подошел. Двери храма растворились. Помолился. Опять сел на этого конька. И опять прилетел на место. Отпустил его. Но дьявол сказал. Смотри. Если кому ты скажешь, как ты надо мной издевался, катался. Добра тебе не будет. А Иоанн однажды проговорился и сказал. Дуло, знал я одного человека. Что на демон не летал. В Иерусалиму поклонился. Это жития его. В житиях святых-то. Но дьявол и возник на него гонение. А какое гонение-то? Ну показал. То ленточку бросит. То запах какой-то женский. Ну и в конце концов не вытерпели монахи-то. Его связали на плот и пустили. А плот попал против течения. Вот теперь и завопили. Ой, отче, прости. Назой, владыка, прости. Мы не видим, что вокруг нас совершается. Открой глаза, посмотри. Это не сегодня с тобой состояние солное. Это под руководством дьявола человек находится. А мы просто думаем, человек устал. Не так это все. О, если бы удалены, были возмущающие вас. А как? У церкви есть каноны, которые отлучают. И отлучают на длительные сроки. Есть такие эпидемии на 10-15 лет. И есть даже на 30 лет. И никто не уходил. Притом это отлучение на 4 ступени, стадии. Разбивалось. Первое на улице стоять. Дождь, снег, все твое. В притворь никто и не заходил. И они никуда не уходили, эти люди. У него было желание вернуться в церковь. А сегодня никто не отлучает сам на себя отлучение. И не пошел в храм. Это сатана делает. Остаться без церкви, остаться без благословения священника, без причастия. Это ад. Ад на земле. Это злоба обуяла человека. Дьявол захватил этот плацдарм. А человек это не видит. О, если бы удалены были возмущающие. Кто? Демоны, в первую очередь. И Павел об этом воздыхал. А были они удалены? Да, были. И они отвергнули, не хотели его больше не видеть. Но вот он покаялся. Вот он плачет. И Павлу говорят, этот был одник, смотри, как он плачет. Ну а мы, Павел, твердо держимся. Его даже в храм не запускаем. А Павел говорит, помилуйте. Да ведь я этого набивался, но не больше того. Примите его. Нам не безызвестны умыслим сатаной. Сатана хочет задавить его там. Он уже покаялся. И питимья выдержана. Ну примите его теперь. Значит, нам не безызвестны умыслим сатаны. Это все дьявол делает. Дьявол непрерывно борется против человека. И это надо видеть. Он смуту всякую наводит. Подрывает авторитет к учителям, к священникам, к проповедникам. А в ответ он что может дать? А он не может сказать ничего. Ему главное, чтобы не было проповеди. Не было церкви. И он этого не понимает, человек. Ну ты на эту стадию-то и зайди. У церкви есть сильные рычаги. Это отлучение. У мусульман там просто. Голову отрезали в это же денег все. Но у нас нет этого. У нас только в нравственном порядке. Ему говорят, обречают, отлучают. С соглашенными выйдете. А ты понимаешь, что такое с соглашенными выйдете? Это двери Царства Небесного закрыты для тебя. Ты маленько-то вдумайся в это. А надо говорят, так я так ходить совсем не буду. Полная потеря веры. И ты на этом остановись. Не ты же первый сегодня. Ты церковь по-другому не понимала никогда. Церковь имеет в себе качество любящей матери. Ребенок заразный. И апостол Павел говорит, смотрите, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда. Это горький корень, когда человек пропитан злобой, ненавистью, слухи распускает, смуты. И надо мне от него избавиться. Но каким путем? Не окончательно, а привести в чувство. В Коринфянам 1, 5, 13. Внешний же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Пишет уже в Коринфянской церкви, а разговор один и тот же. Ну а как же вы тогда думаете спасать? А как же, бывает, берут на поруки. Это мне говорили, когда узнали, что мы пьяница одному отказали, и он выехал. Один выехал, другой остается. А что нужно сделать? Пьяница должна стоять за горями. Пьяница, царствие Божие, не наследует, тебе этого мало. Не участвуй с ним, не приветствуй его. Устыни его, но продолжай за него молиться. Это апостол говорит для нас. Деяние 15.1. Некоторые, пришедшие из Иудея, учили братья. Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. А мы должны знать, что спасение во Христе. А вот сейчас у нас бы все иконы убрали. Да ничего не потерпели бы. А все надписи убрали, многое потерпели. А если не будет, сегодня у нас, перечислят по порядку, одежды священников, спасение во Христе. Он нужен, священник, но на нем не зацикливайся. Бывает так, всех расстреляли, никого нет, а церковь-то не исчезла. Поедем в другое место, где-то причастимся. А если никак? Ну, было так, что умировали, его в тот же день казнили, и он не крещен, и умер, а церковь их прославляет. И вышло такое выражение, крещеный в собственной крови. Вот какие выражения. Ты просто учение церкви, приблизь к себе. Оно основано на Священном Писании. Деяние 15.2. Когда же произошло разногласие и немало состязаний у Павла и Варнавы с ними, то положили Павла и Варнаве и некоторых других из них, отправиться по всему делу к апостолам и пресвиттерам в Иерусалим. У нас это было все в общем. Смутьяны были. И при том, смута не на чем. Когда вещь пошла о признании, о каноническом, что можем причащаться в зарубежной церкви патриархийной, а в зарубежной патриархии. Члены наши в общем увидели на фотографии, что главный митрополит был тогда с патриархом Алексеем Вторым. За одним столом сидят. Все пропали, спасения здесь нет. Откуда ты это узнал? Но если они оба умерли уже, но если от этого зависело наше спасение, тогда где Христос? Наше спасение ни от кого не зависит, только от Христа. А против тебя воевать будут. Будут, но невозмогут. А ты здесь в один порядок. А вот если встречается так, что семья большая, детей много, а один ребенок начинает против говорить, прими меры, при том самые крутые, представь преграду, как вместе начинаете молиться. У мусульман очень просто. Он поспорил с сестренкой, а она где-то снималась и поцеловалась с кем-то. Ее сын показал бездельсмену. Отец выхватил пистолет и за столом сразу застрелил ее. А у нее ничего не было, она девушка. У нас другие, его спрашивают интервью. А вот если бы ты узнал, что твоя сестра где-то на стороне, без разрешения матери, сразу зарежут. Интервью, и его видно. Мы не к этому призываем. К молитве, к наставлению. И ей запрети общаться с другими членами семьи. Это в твоей власти. О, если бы были удалены. Это злой корень, который разрушает все. У меня очень близкие были люди, семья верующая. Но вот женился он не по благословению, а она из неверующей семьи, здесь потеряет. Он привел. И она на основании разрушила всех. Все перестали молиться, все стали стыдиться, и все. Никого нигде нет, он уже умер. А остальные выросли неверующие. А теперь уже перед самым концом начинает к храму прилепляться. А что можно было делать? В первую очередь, детей надо было учить, чтобы крепкие были. Чтобы она попала, это другая обстановка. Она выняла молитву. Они перестали при ней молиться. Все. Какие обвинения бы мы не говорили другим, мы всегда должны поставить вопрос, а какая моя роль в этом была? Что я сделал, чтобы этого не было? Деяние 15.24. Поели к нему услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезваться, соблюдать закон, чего мы не получали. А ведь сегодня-то сколько разных таких учений. Ну, на завтрашнем воцерковице. Где вы нашли это слово? Ни о каком воцерковлении нет. Есть рождение свыше. Если ты не знаешь о рождении свыше, ты никто. Просто никто. Зашел и вышел. Ты не христианин. Если ты не знаешь, что такое исполнится Духом Святым, и в тебе этого не произошло, моли Бога. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Как не Его? Да я с детства верующий. Я хрещен с детства. Ты слышал, что Павел сказал? И все время проверяй, в Духе Святом я тружусь или нет. Вот ты вышел утром на работу, на тракторе, косишь. Сколько раз за день ты останавливался, дал мотору перегретому остановиться? А ведь температура-то нынче большая. Сколько раз ты остановился, чтобы мотор внутренне разогреть? Помолиться и поблагодарить Бога, что кто-то придумал этот трактор, и как она косит траву, как это трудно было бы вручную делать. И ты живой, здоровый, желание трудиться есть. Аллилуйя, слава тебе. Ну, две минуты, две, всего две. В Москве сегодня, говорят, асфальт нагретый 53 градуса. Люди задыхают, он буквально плавится. И вверху и везде эти миазмы идут. Мы-то живем, вообще выразить нельзя. Люди платили бы деньги за наш воздух, если бы им дали его. Ты благодари Бога, что ты находишься здесь. Проходит немножко времени. Сколько там, час-два поработал, устал, Господи, прям сердце задыхается. Благослови меня, помолиться. И опять остановился и помолился. Дух Святой тебя побуждать будет, чаще на молитву становиться. И за все, что ты глазом видишь, прославь Бога. Да какая красота, как зелень радует глаза. Это у Серахова написано. Какие поля бросили. Ложище человек и не знает, как растет. И я не знаю. Ведь мы берем ягоду, не садили, не поливали, не пололи. Пришел, готовый, а висал, и то неохота. Господи, как ты велик. Дух Святой наполнит уста словословием за все. У меня глаза есть, я вижу. А у многих людей их нет глаз. Благодарю тебя, Владыка, мой Бог и Его. Как ты любишь меня. Дух Святой все время будет побуждать, искать следы благодати Божией везде и всюду. Не знал я, теперь смотри, каких хороших детей дам, внуки меня радуют. От тебя это, Господи. Все твое и к тебе, аллилуйя. Все таланты, которые я дал, я вложу в них. Я передам им наследие Евангелие. А ведь мы-то не получили от своих родителей не было Евангелия. Прости нас, Господи, но родители многое претерпели, Евангелия вообще не было. Я вот сейчас считаю, кто? По сегодняшему губернатору, это первый секретарь Компартии, и просит уполномоченного достать Библию. Первое лицо в крае просило здесь, в Алтае. Это сегодня журнальчик я вам дал, церковный. Значит, ее Библии не было. Но дальше-то они не пишут, где они Библию взяли. Это то, что маптистов конфисковали. А они дальше не договаривают. Слово Божие научает нас. Исход 30-33. Кто составит подобные эмульи, кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. Это в священнике, когда нужно было ставить, то специальный состав. И написано, сколько положить такого состава. По сегодняшему сказать, сок алоэ там перечисляется. Но раз есть рецепт, почему не сделать? А дальше кто сделает подобное смерть ему? Это означает рукополагать, никакие баптисты не могут, у них нет пресвятеров. Это обман. Они подобное составляют, а как видели, православные делают, они так не могут сделать. А если они молитву знают, и молитву будут читать, ничего у них не получится. Вот это как раз об этом говорит. И поэтому если человек с сектантскими мыслями, что, ну мало ли что, я там где-то буду. Причем тут православная церковь. Это злой корень возник. Он достоин смерти. Вне церкви нет спасения. Я хоть не Божий, говорит, да Божий. Я буду держаться всеми силами удержаться в церкви. Хотя держаться практически особо-то не за что, кроме рукоположения. Исход. Дальше. Галатам 1.8.9. Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовестовать вам не то, что мы благовествовали, вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. анафема это отвержение. Если не то будет говорить, а у нас ведь у православных сплошь и рядом говорят не то. Я когда стал считать, есть день торжества православия, анафема везде, анафема всем анафемам. Анафема масонам, анафема экуменизму, сей, керасину, эмильяну кулащеву, как малые дети. В первую очередь мы не знаем, где они находятся. А во-вторых, это анафема нам. Это православная анафема. Говорят все не по слову Божию. Вот сейчас эти монархисты и кого только нет, удерживающий теперь царь Николай II, даже бредом нельзя назвать. Полное отречение от священного писания. Библия никакой роли не играет. Никакой, вообще ее нет. А служили, кадила погасили, пошли, народ не знает никого. И когда люди приходят в сектанты, они говорят, я был неверующим. Ну, когда православный был, я был неверующим. Вот такое определение. Давайте изменим эту обстановку. Что мы, встречаясь с нами, люди сказали, да, что-то особенное мы встретили в православии. Я испытал на своей жизни. Тогда, в общем, у нас не было. И мимо по большой трассе Транссибирской магистрали проезжали сектанты на благовестие. И им всем рассказывали, что в Барнауле про меня говорили. И они привозили людей показать, что православие Библия пользуется почетом. И они привозили людей, чтобы показать, как зверинцы какого-то. А эти люди, кого они привозили, они принимали православие в моем доме и оставались. Вот что Бог делает. Поэтому не надо ни на что расставать, пока ты до конца не пройдешь это поприще. Я говорю о людях, которые обратились в моем доме, стали священниками. Почти все. Это Бог так делает. А через Кавчинск, через Сектант. Они сами привезли, а поехали уже без этих людей. И, наконец, они приняли решение никого больше сюда не привозить. Мне давали в кафедру выступать в столичных городах. Я знаю. Потом вышло указание нигде не давать. Потому что сразу только готовились к окрещению. В одном городе было 12 человек баптистов молодых перестали заботиться о том, чтобы принять у них крещение, перешли к православию. И стали священниками. Это Бог делает. И для них я был злой корень. Я их понимаю. И поэтому они меня постарались извергнуть, чтобы никак не встречаться, ничего. Но проходят годы и они начинают теперь уже приближаться. Семя, брошенное Божьей рукой, оно дает роски. Не сразу, через десятилетия. Галатам 5.10. Я уверен на вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас кто бы ни был понесет на себе осуждение. Поэтому больше всего старайтесь оберегать главу семьи. Жена, которая на отца говорит в присутствии детей что-то, спорит. И особенно, когда его нет дома, она потеряла всех детей. Это ее враги растут. Никогда не судите священника, проповедника, учителей в присутствии детей. У них не будет авторитета. Не будет авторитета, найдутся другие. Они поведут их другим путем. А кто здесь смущающий? Жена. Да куда ее изверху-то? Без жены же семьи нету. Речь идет о том, чтобы молиться. Больше тут ничего нельзя понимать. Открыть ее глаза. Она ослепла. Она не понимает. Она делает змея со злым языком. Останови. Прекрати. Убеди ее. Тебе это не сделать. Но у тебя есть скрытые места. На поле, где бываешь, пощаще становись на колени. За всякое слово, которое ты говоришь против мужа, ты будешь перед Богом отвечать. на кого он не верующий, не теряя его авторитет. Молить за него, как святая Моника. И блажен Августин обратиться, и обратиться муж, сделаться верующим. Все в молитве. Больше поклонов. У нас поклонам некоторые не приучены. Я, например, даже не понимаю, как этого не понять. Но ты испытай. Испытай. Поставь себе за правило хотя бы в день 300 поклонов. Это немножко. Три раза по 100 поклонов. А потом увеличишь конкретные просьбы и поклон. Христос говорит, мы знаем, к чему кланяемся. Кланяемся, кланялись. И те, которые слепые, подходя, кланялись. Какое доказательство? И притом четкий, если у буддистов и у мусульман. А это совершенно другие вещи. Но все понимают, высшему существу требуется поклон, показать свое смирение. Иоанн 9, 23, 24. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты леучишь нас. И выгнали его вон. А он сказал слова, которые могут быть эпиграфом. Грешников Бог не слушает. Эти слова вот этого человека. А я буду молиться, грешников Бог не слушает. А как определить? В первую очередь, ты ни на кого ничего не должен иметь. Это первое. А если знаешь, что имеют, пойди прежде перемирись, положи дар твой, то есть молитву, затормози, и потом иди. Убойся Бога, не спи. Слова мимо проходят, сатана говорит. Вот если бы я был без ног, и мне я бы уже никогда не сел, на культяпках стоял бы. Страшные слова это потеря страха Божия. Я говорю, встань, ни разу не встань. Что это означает? Это означает многолетнее отступничество от Бога. Страха Божия нет. Я говорю слова, которыми Бог нас будет судить, и не могу поднять человека с места. Христос не может поднять никаким краном. Но если сейчас здесь зайдет человек, который угрожает тебе кинжалом, ты на одной ноге будешь до конца службу стоять. Ты признаешь своего петуха. Это я тебе заранее говорю. Просто ты привык быть не битой. У Бога много дубинок, а греет он когда-то нас. Он научит нас стоять на одной ноге. Где-то рядом миллиард ворочается. С другой стороны азиаты полтора миллиарда. Рано или поздно столкнут нас с насиженного места. Поэтому надо молиться Господи сохрани за нами эту землю. Нам так здесь хорошо. Иисус на вид 7.25 И сказал Иисус за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в генсей. И подлили его все тростяне камнями и сожгли их огнем и наметали на них камни. Ты наводишь на нас беду. А не как ли это говорится? Сразу переначивай, чтобы Слово Божие заговорило с нами. А какую беду? Из заклятого взял. А что такое заклятое? Все, что мир делает и влечет к погибели. Все, что не пускает в храм. Все, что не позволяет получить благословение от священника. Считать священное писание. Исполнять его заповеди. Это все заклятое. Ну определи маленько. Начерти и скажи это мое, это не мое. Дела плоти известны. Апостол Павел в послании Галатам показал дела Духа. И дальше перечислять любовь, праведность, воздержание, кротость. А потом как-то таковых нет закона. Их судить не за что. А дела плоти известны. Это леность, пренебрежение Словом Божиим. Тип 3.10. Еретика после первого и второго разумления отвращается. На что вы его не можете обратить? Не можем. Писание говорит так. Ну оказывается сектанты работают. Как они работают? Ты знаешь процент какой? Давайте возьмем до конца. Пришел человек изменился и стал сектантом. Где он остался? Да он остался на левой стороне. Дела плоти известны. Вражда убийства запятая ереси. Сатана потому его не трогает, что он все равно в его лапах находится. Находясь в православной сверке мы четко должны провести грань. Господи вот это не наше. И вот этот грех смущающий да будет удален от нас. Аминь.